Добрый день, дамы и господа. Терпение подходит к концу. До открытия весенней охоты остались считанные дни. Какая она будет? Да, конечно же, отличная. Весенняя охота, она по определению не может быть другой. Я, как и все, готовился загодя. Что-то латал, что-то колхозил, что-то подкупал. Очень волновался, что не успею и не все придет вовремя. Слава Богу, вот крайняя посылка. Пришла она накануне. В ней 7 метров супер маскировочного материала для скоротков. Материал пушка-бомба. Человек-невидимка отдыхает. Вот. Парни, я попался на удочку мошенников. Обещали одно, прислали другое. Ну и по делу мне. Нефига всем верить на слово. Такой сюжет за паром. Когда я слышу про трудности в охоте, по правде сказать, мне это непонятно. Но что там трудного может быть? Увидел, нажал спусковой курок, обваливаем. Другое дело техника и навыки, связанные с ней. Это моя хелесова пята. Я не люблю видеоаппаратуру. Она мне отвечает тем же. Я славлю и уважаю труд видеооператоров в полном объеме. А еще есть проблемы с эфиристами. Их мало. Очень трудно найти компаньона на аферу. Николай не аферист ни разу. Я его авторитетом задавил. Заниматься сутки ерундой могут себе позволить только очень богатые люди. Весеннее утро. Самое трудное, на мой взгляд, это пополам не разорваться. Глухари, тетерева, селезня. Их много, а вы один. И везде хочется оказаться, все успеть. А вокруг такой гуман стоит. Восход. Он сказочно красив. Под ногами хрустит замерзшая трава. Холод лезет за шиворот. Но часа через три-четыре вы уже будете снимать куртки. По геолокации. Мы в Калужской области. Здесь под слухом самые доверчивые селезня. Дальтоники. Чуть-чуть мы припозднились. Но у нас камуфляж хороший. Нам ли бояться? Снежану вы уже знаете. Это звезда прошлого года. Кстати, она нас тоже подставила. Точнее, из-за плотной работы Николай кое-что не успел. Проглядел. Перепоручил. В общем, утка из разряда. Звезда ютуба. Съехала в разряд. Один хрен не сожрете. Я Коле как родная. Давай, красотуль, не подведи. Места в портере. Самые лучшие. Первый ряд. Серединка. Давай, красотуль, не подведи. А ты дудки-то взял, самодудки? Да, делал. Ну-ка, покажи. Николай. Как скальпами обвешал. Давай, человек-оркестр. Покажи и чё хоть. Крепко прокуренная утка. Можно досматривать утренние сны. Кого? Ё-моё, съёмку забыл включить. Парни, вот как так бывает, а? Вот только дреманул. А она на тебе. Получи. Вот я свою работу, Коль, не выполнил. А я свою выполнил. Это да, ну с полем. Шло время. Прибывали новые зрители. По их поведению не было видно особого раздражения. Колорам нашего скоротка. Снежана филонила. И под конец снесла нам яйцо. Прямо под кустом. На берегу. Ну, для тех, кто содержит подсадных уток, это многое объяснит. Никто особо не расстроился. У нас, как всегда, есть план «Кинжал-2», чем мы и занялись. По результатам наблюдений. Могу утверждать, что если я и промахнулся с цветом, то это не критично. В голове плотно засела мысль. А не замахнутся ли нам на самого Уильяма? Ну, того, что Шекспира. Но это уже будет, наверное, совсем другая история. Сороки не трещали, вороны не каркали, фламинго занимались своими делами. Трясогуски трясли гусками. Мы еще в течение часа половили клещей и стали собираться. А неплохое начало для новой линейки камуфляжей. Впереди был план «Кинжал-2». Я решил поставить скородок за забором участка по центру деревни. И Снежана осадила еще двух селезней за два часа. Но это было позже. А сейчас настало время чествовать охотников. Утки нет от слова совсем. Вот был один налет, и то я его криво снял. Ну, а по факту Николай первый из охотников, кто наплевал на маркетинг, нарушил правила и добыл селезня из вот такого скоротка. Ну, естественно, будем пробовать еще. Как без этого? Субтитры создавал DimaTorzok 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 прежде всего у себя в голове а если этого не делать то будешь покупать то что тебе говорят будешь охотиться так как тебе говорят и даже крякать так как тебе говорят всем ни пуха ни пера метких выстрелов но со скоротком я думаю мы еще почудим